Всем привет! Если вы по какой-то причине хотите вернуться с Windows 11 на Windows 10 после обновления с десятки, вы можете это сделать двумя способами. Для того, чтобы воспользоваться первым способом, при котором все данные, программы и документы вернутся в том виде, в котором они были на Windows 10 перед обновлением, по крайней мере, Microsoft обещает, что всё вернётся. Заходим в параметры, система, восстановление, и здесь нажимаем кнопку назад, вернуться на Windows 10. Но этот способ сработает только если ещё не прошло 10 дней после обновления, и вы не удалили из диска C папку с названием Windows Out. После нажатия назад выскочит окно, в котором спросят о том, почему вы возвращаетесь. В нём можно выбрать любой вариант и нажмите далее. Тут нет спасибо. Далее. И ещё раз далее. Тут нажимаем вернуться к Windows 10. После чего Windows 11 начнёт откатываться до Windows 10. В это время вы не сможете использовать свой компьютер. И хоть компьютер откатывается намного быстрее, чем обновляется, лучше закончить нужную работу и оставить достаточно время, перед тем, как вам нужно будет выключать компьютер. Если вам по какой-то причине недоступен первый способ, значит без потери установленных программ не обойтись, и их придётся устанавливать заново. А файлы при использовании второго способа будут находиться в папке Windows Out. Users. И там имя вашего пользователя. Хотя важные файлы лучше хранить на другом диске, а ещё лучше в облачном хранилище. Для обновления вторым способом, вам нужен свой образ Windows 10. Двойным щелчком монтируем его. После чего запускаем сетап. Нажимаем настройка скачивания. Не сейчас. Далее. Принять. Далее окно с выбором, что сохранять. Но так как мы возвращаемся к более старой версии Windows, нам на самом деле не дают выбора. Так что просто нажимаем далее. Нажимаем да. Далее проверяется, достаточно ли свободного места на компьютере. Если всё нормально, нажимаем установить. После этого пойдёт стандартный процесс установки, во время которого компьютер может несколько раз перезагружаться. И процесс будет занимать продолжительное время, которое зависит от мощности компьютера. После установки нужно будет настроить регион, раскладку, пользователя и остальное. Если вам видео пригодилось или понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Если возникли какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.